Телефон это проклятие человечества. Всегда звонит, когда вы спите. Так вот за пытку еще и платить оказывается надо. Многие об этом не знают и задолженность россиян за услуги связи по итогам первого полугодия выросла на 16,7 процента, составив 28 миллиардов 700 миллионов рублей. По предварительным оценкам к концу года она достигнет почти 32 миллиардов рублей. Однако в целом ситуация оценивается как положительная. Больше всего долгов наши сограждане накопили за мобильную связь. Долги по фиксированной связи на втором месте, домашний интернет и кабельное ТВ на третьем. Средний размер долга за услуги коммуникации составляет 770 рублей. Наибольшие объемы задолженности традиционно в крупнейших федеральных округах страны – Центральном, Приволжском и Северо-Западном. В регионах за последний год наиболее часто угоняемым автомобилем стал Land Rover Freelander. На втором месте – Lexus LX. На третьем месте – регионального рейтинга Porsche Cayenne. За ним следует Nissan Murano. На пятом месте – BMW X5. На шестом месте расположился Mercedes-Benz S-класса. Mazda 3 занимает седьмую строчку регионального рейтинга, замыкает топ-10 наиболее часто угоняемых авто в регионах России, ВАЗ-2110 и модификации – Toyota Camry и Toyota Land Cruiser. В предыдущем периоде самой популярной моделью у угонщиков в регионах был Land Rover Discovery 4. Шесть крупнейших аэропортов Таиланда – Суварна-Пхуми, Дон-Мэанг, Пхукет, Чианг-Май, Май-Фалунг в Чианграй и Хат-Яй начнут взимать дополнительную плату в связи с установкой новой системы безопасности. Размер сбора составит 35 батов, что соответствует примерно одному доллару. Сбор за безопасность будет автоматически включаться в стоимость авиабилета. Нововведение вступит в силу с 1 декабря 2015 года и коснется прибывающих, улетающих и транзитных пассажиров. Впрочем, введение дополнительного сбора может быть отсрочено на три месяца, так как авиаперевозчики уже продали часть билетов на декабрь без учета предстоящих нововведений. А на сегодня это все. Хороших выходных!